Друзья, финал, завершаем сезон и в связи с этим, я уже не буду говорить фразу, мы начинаем, мы завершаем КВН. В начале этого сезона в борьбу за кубок Пинской лиги КВН вступили 18 команд, а продолжили уже в финале только 5 из них. Это сборная экологического института, город Минск, женская команда «Брют» из Полоцка, «Скинте мячик» университета физической культуры и спорта, команда Георгий Иванович, а также сборная команда «Пинска. Периферия». Абсолютно разные, все отличаются. Есть и классические представители, есть и представители сугубо литературной, текстовой команды, есть и игровые. То есть, так получилось, что сегодня будут представлены разные направления юмора в КВН. После длительной подготовки, получив одобрение редакторов Пинской лиги КВН, ребята продемонстрировали жюри и зрителям свои лучшие шутки. Ладно, девчонки, чтобы победить в финале, мне кажется, недостаточно смешно шутить. Мне кажется, нужно договориться с ведущим. Слава, добрый вечер, и этот конвертик тебе. Так он же пустой. Ну, так его сейчас тут не свадьбу ведет. Команда «Периферия» удивляла зрителей, в том числе и, как было сказано во время выступления, простым пинским юмором. Нужен простой пинский юмор. Сейчас покажу. Песня. Пацаны, подцепите. Мальчик приехал в деревню, залез на соседский двор, но в барьере для птиц не был закрыт за двор. Чужие гуси его щипают, чужие гуси шепчут. Все, тихо, я понял. Итак, по итогам игры уверенную победу держала команда «Брют», набрав 15,2 балла. Титул лучшей актрисы сезона достался представительнице команды Георгий Иванович, а КВНщиком сезона стал представитель минской команды «Скиньте мячик». Обещаю!